Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Челны ТВ в студии Валерия Новожилова и коротко о главном. Обессиленные и голодные. Горожане снова жалуются на состояние животных в Челнинском зоопарке. Наш двор снова в городе. С челнинцами начали обсуждать проекты реконструкции придомовых территорий. Родила в безопасности. Жительницу Луганской области с маленьким сыном торжественно выписали из КДМЦ. Пора сажать овощи. Челнинские садоводы уже открыли дачный сезон. Конноспортивная школа Тулпар снова в центре скандала. В социальных сетях очевидцы разместили видео с замученным верблюдом и ослом, поедающим мусор. По словам автора ролика, животные не получают надлежащего ухода. Так ли это узнал Руслан Бекмухаметов. Этот видеоролик вызвал огромное количество негодований в социальных сетях. На кадрах видно, как верблюд еле переставляет ноги. Автор видео добавил, что каждый шаг животного сопровождается воплями. На видео попал и осел, который жует картонную коробку. Но по словам руководства зоопарка, все не так плохо, как кажется. Этой самке верблюда уже 23 года. То есть по нашим меркам это уже взрослая особь. И у нее врожденная болезнь, проблемы с ногами. То есть, так скажем, малый артрит. И когда, соответственно, она передвигается, у нее происходит дискомфорт. А как вы видели, доступ у нас открыт, в который у тебя уголку зашли. Коробку выкинули. Прямо с коробкой оставляют, чтобы животные ели. И не убираются. Животное съело, и коробка остается. То есть, и работу просто не успел еще убрать. На попечении конно-спортивной школы находятся 72 лошади, 6 ослов и 5 коз. Животные питаются сену 24 часа в сутки. Также получают нормативную порцию овса в соответствии с возрастом и весом. По моим наблюдениям, мне сказал бы, что животные выглядят замученно. Вот как раз нас встречает верблюд, герой того видео. Вид у них достаточно опрятный. Естественно, скопилось немного соломы. Они все-таки лежат, и тут влажно. А так выглядят они, в принципе, чисто, опрятно, упитано, что самое главное. Около двух лет назад в зоопарке жили волки, краснокнижный орел, а также львицы. После череды скандалов и предписаний от Комитета по биоресурсам Республики Татарстан, животных направили в более благоприятные для жизни места. Сейчас из экзотичных видов остались страус и верблюд. На данный момент зоопарк закрыт для посетителей в связи с реконструкцией. Зверинец планируют открыть, но когда – неизвестно. Руслан Бекмухаметов, Кирилл Хабзей, Новости Челны ТВ. Челненко подозревается в покушении на убийство. Следственный Комитет Республики возбудил уголовное дело в отношении 49-летней женщины. По версии следствия, 17 апреля она распивала алкоголь со своим 30-летним сыном. Мужчина вышел покурить, а когда вернулся, начал без причин оскорблять мать и ударил кулаком по лицу. В ответ женщина взяла нож и ударила обидчика в живот. Теперь она предстанет перед судом. Следственными органами Следственного Комитета РФ по Республике Татарстан в отношении 49-летней жительницы города Набережной Челны возбуждено уголовное дело по статье покушения на убийство. Причастность к совершению преступления она признала. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Дело о двойном убийстве, покушении и краже готово к отправке в суд. Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении челнинца, который подозревается в расправе над семейной парой. Напомним, страшное преступление произошло в июне прошлого года. По версии следствия, помощник по хозяйству поссорился с владельцами дома и напал на них. Он избил пожилую женщину и нанес ей множественные удары ножом. Свидетелем произошедшего стала домработница. Вооружившись молотком, подозреваемый погнался за девушкой, но на пути ему встретился хозяин дома. Разъяренный мужчина забил его молотком. От полученных травм супруги скончались на месте. После обвиняемый взял из дома более 7 тысяч рублей и попытался покинуть место преступления на автомобиле убитых, но был задержан. Свою вину мужчина полностью признал. В отношении него избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя. Он обвиняется в совершении двойного убийства, совершенного с особой жестокостью. В покушении на убийство двух и более лиц, в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности с целью скрыть другое преступление. В краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище. И в угоне автомобиля. Челнинка потребовала 150 тысяч рублей у управляющей компании из-за мокрого пола. Инцидент произошел в марте прошлого года. Челнинка возвращалась домой с покупками, но дойти до квартиры она не смогла. Женщина поскользнула с подъезда и сломала ногу. Пострадавшей потребовалась операция. Полгода она передвигалась с помощью костылей, ездила на такси, так как не могла пользоваться общественным транспортом, и покупала лекарства. Завершив реабилитацию, Челнинка потребовала обслуживающую организацию возместить ей моральные ущербы, траты на лечение. Подробности у Руслана Бекмухаметова. Сниматься на камеру пострадавшая отказалась, но в суде пояснила, что упала, так как в подъезде было темно, и мокрую плитку она не увидела. Однако, по словам мастера, по дому лампы работали. Сотрудница управляющей компании вошла в подъезд сразу после происшествия. Она также пояснила, что никто из жильцов в тот день не жаловался на отсутствие света. «Скажите, пожалуйста, когда вы вошли, какое освещение было в Тамбуре?» «Свет горел». «Свет горел?» «Да, светло было». «Светло было». «Это ваша организация занимается работой по освещению данного участка?» «Да, когда заявка поступает, мы ее сразу выполняем». Пострадавшая также указала и на плитку в подъезде. По словам Челнинки, управляющая компания никак не позаботилась о безопасности жильцов. Ведь напольное покрытие слишком скользкое. Однако юрист пояснил, что в ситуации разбиралась Набережно-Челнинская зональная жилищная инспекция, которая признала, что плитка соответствует всем требованиям закона. «Сама керамическая плитка, мы в суде доказали, что она является надлежащей, соответствует ГОСТу. То есть каких-либо со стороны жильцов и собственников управляющей компании к управляющей компании путем заявок каких-то претензий ни разу не подавалось. Если управляющая компания, у нее достаточные деньги, это же деньги жильцов, если она хочет и финансовое положение управляющей компании и жильцов позволяет, они могут решить, установить эти коврики хоть по всему, не то что там подъезда, хоть и в лифте установят». Выслушав все аргументы сторон, суд обязал управляющей компании выплатить пострадавшие 100 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда, 6580 рублей за причиненный материальный ущерб, а также заплатить госпошлину в размере 700 рублей. Судья подчеркнул, что компенсацией взымается из-за тяжкого вреда здоровью пострадавшей, но представители управляющей компании намерены обжаловать это решение. Руслан Бекмухаметов, Кирилл Хабзей, Новости Челны ТВ. Обсудили наболевшие вопросы и ознакомились с проектами. В Челнах состоялись встречи с населением по поводу реализации программы «Наш двор». Жителям рассказали о запланированных работах в рамках благоустройства придомовых территорий, а челнинцы смогли внести свои предложения. Лилия Агатина продолжит тему. Представители республиканского проекта регулярно встречаются с жителями дворов, подлежащих реконструкции. На этот раз они обсудили будущие изменения в автозаводском районе. Речь шла о придомовых территориях в 50-м, 53-м, 54-м, в 47-м и в 23-х комплексах. Первые собрания с жителями прошли еще до Нового года. Тогда обговорили примерные схемы благоустройства. Теперь же представители программы показали челнинцам готовые проекты. На данный момент у нас уже есть итоговые схемы по этим дворовым территориям. И также расставлено уже оборудование, которое будет у нас установлено в рамках программы. То есть это детское оборудование, спортивное оборудование, оборудование для хозяйственных площадок. В рамках республиканской программы «Наш двор» строители расширяют дороги, обновляют освещение и благоустраивают территорию. Но в этом году в список работ внесли изменения. Одной из таких новшеств мы в некоторых дворах стараемся исключить такие тупиковые проезды, в которые сложно спецтехнике выезжать назад. В этом году мы пристанно внимания обращаем именно такие площадки внутридворовые, многофункциональные, такие асфальтные площадки, где дети играют мелом, рисуют, общаются и так далее. Кроме того, проектировщики обратили внимание и на места для сбора мусора. Теперь в рамках программы «Наш двор» будут обустраивать асфальтовые площадки для контейнеров. Напомним, в этом году в Наверных-Челнах благоустроят 119 челнинских дворов на сумму 1 миллиард 870 миллионов рублей. Работы в некоторых комплексах уже начались. Лилия Агатина, Кирилл Хабзей, Новости Челны ТВ. А сейчас впереди короткая реклама. Не переключайтесь. Санаторий Шифалы Суежминвода предлагает программу для лечения профилактики хронических заболеваний дыхательной системы. Свободное дыхание. Повышайте иммунитет и укрепляйте противовирусную защиту организма. Вы смотрите новости на канале Челны ТВ и мы продолжаем. Ковид никуда не исчез. Ни одно совещание с хозяйственными руководителями не проходит без обсуждения эпидситуации в городе. Челнинские показатели заболеваемости ниже республиканских. Об этом сообщил главный санитарный врач Автограда Эльгизар Бареев. В набережных Челнах показатели по заболеваемости ковидом ниже среднереспубликанских на 17,2%. За все время пандемии в Автограде болезнь диагностировали у 16 501 человека. Количество лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции осталось на уровне прошлой недели. За прошлой неделей было 171 случаи. Из тех же неделей 173 случаи лабораторно подтвержденных коронавирусной инфекции. Всех первичных пациентов с симптомами ОРВИ продолжает принимать и один провизорный госпиталь. Это инфекционная больница. Время инфекционного отделения в госпиталях продолжает работать в штатном режиме. Средственные индивидуальные защиты и лекарственные средства в лечебных учреждениях города имеются. Мэр Найль Магеев попросил держать вопрос капремонта инфекционной больницы на особом контроле. Обновление продолжается в блоке А. Все строительные работы должны быть завершены до ноября. Нам нужно быть готовым к тому, чтобы и блок А, уже отремонтированный, современный, мог бы работать в рамках антиковидных мер, но и в плановом режиме, в режиме обычной плановой госпитализации. Как отметил городоначальник, неизвестно, как сложится ситуация с ковидом-19 в дальнейшем, а соответственно и говорить о полном снятии всех ограничений рана. Пока в качестве меры предосторожности сохраняется масочный режим в общественных местах. В набережных Челнах на одного малыша стало больше. В КДМЦ на свет появился ребенок в семье вынужденных переселенцев из Луганской области. Сейчас мамы и новорожденные чувствуют себя хорошо. На их выписку приехала съемочная группа телеканала Челны ТВ. Знакомьтесь, это Александр Сергеевич. Малыш появился на свет 14 апреля. Мальчик весом чуть менее 4 килограммов и ростом в 53 сантиметра стал вторым ребенком в семье вынужденных переселенцев из Луганской области. 13-летняя Мария, которая стала старшей сестрой, не смогла сдержать слез. Девочка обещает, что будет помогать маме с братиком. Счастлива, что брат родился. Так долго ждали и так много перенесли всего. Мне очень нравится Челнах получше, чем у нас в городе. Я бы не хотела возвращаться домой. Все хорошо обошлось. И тут все хорошо. Врачи хорошие, персонал хороший. На данный момент, да. Счастлива. Семья переехала в набережные Челны в марте. Добирались на своей машине. В 2014 году в автоград из Луганской области приехала сестра Сергея Нищерета Юлия Мищенко. Родные не виделись 8 лет. Конечно, рада у меня. Теперь не только брат Сережина, жена и племяшка, еще и племянник появился. Люб, ты рада, потому что тебе брат появился? Да. Здесь супруги сняли квартиру. Сергей Нищерет нашел работу. Мария учится дистанционно в родной школе. Что будет дальше, они не знают. Но счастливы, что теперь все вместе. Если квартира целая, естественно, хотелось бы вернуться домой. Потому как там все. Дом, квартира, там жили, выросли. А пока не будут в набережных Челнах. Ведь в автограде их приняли хорошо. Коллектив КДМ-ц и неравнодушные челнинцы подготовили подарки для вынужденных переселенцев из Луганской области. Альмира Гайнудинова, Айдар Мусин, Новости, Челны ТВ. Пока одни садоводы ждут потепления, другие уже вовсю сажают помидоры, огурцы и даже клубнику. Семья Герасимовых только за один сезон успевает собрать и несколько урожаев. Как у них это получается, узнала Лилия Хабибенова. Люди еще не посадили, а мы уже подвязываем. И самое интересное, теплица не отапливается. Однако садовода с 20-летним стажем это не пугает. Наоборот, Алена Герасимова расстраивается, что немного запоздала с посадкой. Обычины начинают высаживать культуры уже в конце марта. Помидоры мы садим сначала рассадой, потом ее пикируем, то есть пересадка. Потом люди высаживают в парник, пересадка. Из парника высаживают землю, пересадка, четыре пересадки. Первая партия помидоров должна созреть уже к началу лета. К этому времени подрастут и огурцы. По словам Алены Герасимовой, только за один сезон они успевают собрать по несколько урожаев. Редиску садим три-четыре раза, получается, за сезон, потому что зимой уж не посадишь. Огурцы садим два раза. Почему? Потому что вот эти сейчас первые огурцы, которые вы видели, они пойдут на еду. Пекинскую капусту садим два раза. То есть сейчас она у нас в рассаде, потом мы ее скушаем. И после львина дня еще раз можно посадить, она еще раз успевает возревать. Последние годы экспериментируют и над клубникой. В теплице садовода уже зацвел первый костик. Ремонтантный сорт ягод будет плодоносить вплоть до осени. Лилия Хабибьянова, Ленар Султанов, Новости Челны ТВ. Окунулись события, произошедшие в конце первого тысячелетия нашей эры. В Татарском драматическом театре зрителям представили исторический спектакль. Постановка приурочена к тысячестолетию со дня принятия ислама волжской Булгарии. На мероприятие были приглашены челнинские мусульмане, а также муфтий Татарстана Камиль Хазрат Самигулин. ПЕСНЯ 922 год. Тогда началась новая веха истории по Волжье и распространения религии ислам. Тогда волжской Булгарии отправил хан Алмуш. Чтобы избавиться от зависимости хазарского каганата, он отправил в Багдад посла с просьбой прислать духовенство для перехода страны в ислам и строителей для возведения каменной крепости. Мы сегодня хотели окунуться именно в ту сферу, в то время, да, это определенные декорации, это определенные костюмы того времени, чтобы каждый человек, который посетил это мероприятие, почувствовал то время, когда чувствовали наши деды, как они принимали ислам. Принятие ислама булгарами тесно связано с арабским путешественником Ахмедом Ибн Фадланом. После его приезда волжская Булгария официально принимает ислам. Исторических фактов о нем мало. Чтобы воссоздать атмосферу первого тысячелетия, автору сценария пришлось изрядно потрудиться. Как автору сценария мне самой пришлось окунуться в историю заново, потому что мы, если честно, не знаем многих фактов. Какие, вот в чем основные причины, истинные причины принятия ислама в Урстской Булгарии, вот наше сегодняшнее представление. Именно религия объединила народ в Урстской Булгарии, укрепила ее как государство и определила ее дальнейшее развитие, уверена автор сценария спектакля. Своей постановкой она хотела передать, что ислам меняет не только людей, но и государство в целом. Лили Хабибьянова, Айдар Мусин, Новости, Челны ТВ. Наш певец – новое поколение. Очередной проект от радиостанции «Кунель» в честь 25-го юбилея. Это конкурс, где каждый желающий мог показать свои вокальные данные. Много лет назад телерадиокомпания уже проводила подобный масштабный проект, однако в этом году организаторы немного изменили правила и название конкурса. Кто же стал победителем, узнала Лилия Агатина. Конкурс «Наш певец – новое поколение» проходил в три этапа. Первый – предварительный онлайн-отбор. Конкурсантам необходимо было прислать видео сольного номера. Второй – отборочный тур, по результатам которого в финал попали 25 участников. И третий – финальный галоконцерт. Финалисты приехали в Челны из разных районов Татарстана, Башкорстана, а также из Пензенской и Ульяновской областей. Их конкурсанты исполнили татарские народные и популярные эстрадные песни. В таких конкурсах участвую не часто, работаю директором школы Верхней Елизани, но люблю петь, танцевать, обучаю этому детей своих. Хочу огромное спасибо сказать радио Кюнгель за такую возможность, чтобы сюда приехать, встретиться с такими замечательными участниками. Финалистов оценивала компетентная жюри, состоящая из известных татарстанских артистов. Будем следить за тем, как вокалист ведет свой голос, потом, ну, чисто такой психологический момент, суетиться, не суетиться. Мы будем относиться к ним лояльно, соответственно, не как к профессионалу, не будем так требовать, так что не будьтесь, давайте, держайте. Победителем проекта стал Делюз Гумаров из Тукаевского района. Он получил возможность записать свою песню в профессиональной студии в Казани. Это все новости на сегодня. Далее вас ожидает прогноз погоды сразу после новости на татарском языке. А я с вами прощаюсь. Оставайтесь на нашем телеканале. Спасибо.